Давай пару слов. Я ничего о тебе не говорила, потому что я думаю, что наверняка что-то упущу о твоих званиях, регалиях, достижениях. Вообще в двух-трех словах расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься и в каких вопросах ты можешь быть полезен. По образованию я доктор, психиатр и психотерапевт. У меня столько всяких разных дополнительных курсов образования, что я уже в анкетах, когда я заполняю, пишу. Доп. образования пишу. Много. Очень много. Из формальных критериев, ну, пожалуй, последнее, то, что автор и соавтор уже четырех изданных книг, и в том числе наша книга с Михаилом Копытовым «Самогипноз. Активное самообнушение». Она была бестселлером в 2013 году на Озоне. Ее переиздавали, по-моему, три раза. То есть она так хорошо зашла. Это книга про самогипноз понятным языком. И, как мы с Михаилом отмечаем, это первая книга на русском языке подобного формата. До нас никто так не делал. После нас уже, да. То есть у нас была первая книга. Вот. Ну, из таких вот достижений. Я работаю как психотерапевт. Я принимаю и индивидуальные пары, принимаю семьи. И в том числе у меня где-то примерно чуть меньше половины клиентов – это люди с РПП. И как раз у нас сегодня эфир про РПП. Я расскажу чуть подробнее, что это такое, как, и отвечу на вопросы, которые будут. У нас там, по-моему, уже несколько вопросов есть, да, в комментариях. Ну, это в конце. Вот. Ну, и остальные клиенты, остальные запросы – это запросы на какие-то семейные конфликты, конфликты между поколениями, когда дети говорят одно, родителям говорят другое. Вот это работа с людьми, у которых страхи, тревоги, навязчивости. Это тоже особый класс расстройств. Это бывает так мучительно, когда человек выходит из дома. Я, кажется, не закрыл дверь. Ну, нет, закрыл. Надо пройти проверить. Поднимается на пятый этаж, закрыла. Все, спускаться вниз. Нет. Кажется, я недостаточно убедилась. Поднимается вот так 20 раз. Вроде бы смешно, да, но это мучительно. Да. Это прям навязчивости. Ты знаешь, я могу сказать слову сейчас, ну, так, чтобы большинство не подумало, что это действительно навязчивость, но некоторые люди действительно перепроверяют. Ну, может быть, так это в пределе, если ты можешь зайти перепроверить, выключил ли ты утюг, да, но, наверное, не совсем нормально, когда ты делаешь это 20 раз, да? Да. Все-таки, если я решила вернуться и проверить, закрыла ли я дверь, это окей, да? Один раз. Да, да. Как всегда, нет такой четкой границы между нормой и патологией. Вопрос всегда в дозе. Еще я Витцарно говорил, да, то, что в малых дозах лекарства, в больших яд. Вот здесь то же самое. Если мы один раз моем руки, это нормально. Два раза моем руки, ну, может быть, нормально. Но если человек моет руки три раза, если человек моет руки три раза после каждого контакта, телефон взял, пошел помыл руки, прикоснулся к крючателю, пошел помыл руки, коснулся двери, пошел помыл руки, вот это уже перебор. То же самое касается еды, кстати, РПП. Там же есть разные полюса, но это чуть позже. Ну вот, кстати, да, вот давай, наверное, перейдем тогда к теме нашего эфира. Вот, знаешь, мне непонятно, вот мы все понимаем, ну, как мы все, ну, то есть понятно, что расстройство пищевого поведения, ну, это действительно такая очень серьезная проблема. Но о ней почему-то у нас не принято говорить. То есть мы говорим о венерических заболеваниях, мы говорим, может быть, о ранних вступлении в половую связь, мы говорим об алкоголизме, мы говорим об игромании, о наркотиках, но мы не говорим о расстройстве пищевого поведения. Почему? Ну, может быть, это с твоей точки зрения не говорим. С моей точки зрения, так вокруг все только делают, что говорят про РПП. Да, это, видимо, уже профдеформация. Чем занимаешься, то вокруг находишь постоянно и часто. Ну, в целом, проблема РПП, она, да, в нашем обществе недооценена, потому что считается, что это блажь в какой-то мере. Я знаю даже некоторые коллеги, особенно старая школа, когда приходят люди с проблемой переедания, например, или наоборот, с анориктичным полюсом, когда ребенок или достаточно взрослый человек мало ест, когда наступает истощение. Доктор говорит, ну, что ты придуриваешься, давай ешь уже нормально, все, хватит. Следующий. То есть, нет этого понимания того, что РПП – это отдельный класс проблем, вообще класс проблем. Даже в школах. Даже в школах я… Принято говорить… Ну, давай, договори потом я. Я тебя перебила. Давай. Да, да, да. Даже в школах что? Даже в школах об этом, да, на самом деле, даже в школах об этом, ну, в принципе, никто вслух вообще не говорит. Ни на каких уроках и с психологами разговаривают о чем угодно, только не о расстройстве пищевого поведения. Ольга, ой, боже мой. Ты знаешь, вот то, как я вижу современную школу, это стало нечто неприличное в какой-то мере. Я вижу, что школа сейчас выполняет основную функцию – передержка детей, чтобы пока родители на работе, детей там как-то вроде заняли, и они находятся в более-менее безопасном пространстве. Это вот основная функция школы сейчас. Все остальное – это постольку-поскольку. У кого хватает сил, энергии, они же безумно завалены отчетностью, какой-то непонятной идеологией, все в хаосе. Школа в плохом состоянии. Поэтому какие РПП? О чем-то? Ну, про игроманию мы говорим. Мы говорим достаточно серьезно. И прям целые лекции этому психологи посвящают, да? Всему чему угодно, только не РПП. Смотря где, смотря где, да. Ну, к РПП еще есть такое отношение, что это блажь, что здесь у тебя мало силы воли, давай тренируйся, давай возьми себя в руки и так далее. Хотя как раз это то, что на каком-то этапе подпитывает РПП. Вот давай вообще расшифруем, так понятно, потому что я знаю, что есть несколько видов вообще, что такое расстройство пищевого поведения. Да. Начнем мы с того, что в психиатрии сейчас принято говорить расстройство, потому что в травматологии сломана кость. Мы ясно видим проблему, да, вот несоответствие деталей друг к другу, механический разрыв. Там все понятно. Вот одна причина. В инфекционной клинике есть микроб или вирус, который вызывает какие-то проявления. Это называется болезнь. А в психиатрии субстрата пока еще нет, а может быть никогда его нельзя будет найти, потому что у нас мозг очень сложно организован. Чтобы его исследовать на точном уровне, нужна машина, наверное, размером со Вселенной, чтобы все просчитать там. Так вот принят термин расстройство. Ну по старым это тоже болезнь или очень-очень большая проблема и серьезная. То есть расстройство это нечто постоянное, то, что существует на протяжении какого-то длительного периода времени. Это устойчивая штука, которая проявляется так, что у человека есть страдания. Вот это два основных признака любого психического расстройства. Так вот, то, что касается расстройства пищевого поведения. Их несколько. Ну я вот специально приготовил несколько примеров, чтобы мы все вместе попробовали найти, что же там есть общего. Что же там есть общего. Что же там есть общего. Итак, пример первый. Это из моей практики. Мальчик, 15 лет. Обратились его родители. Обратились его родители, потому что парень внезапно стал интересоваться едой. Он стал изучать правильное питание. Как сказали его родители, он ест только вареную грудку, гречку и вот этот зеленый салат. И все. Ни сладостей, ничего. Хотя в 15 лет, мы же знаем, газировка, чипсы, какой-нибудь KFC, это верх счастья для ребенка. Ну, смотря для какого. Это раз. И во-вторых, он стал безумно заниматься физической активностью. Его папа говорил, что раньше, я помню еще с полгода назад, да его не заставишь, он там все сидел за компьютером. Теперь я вижу, что он почти каждые полчаса прыгает на пол, делает 15-20 отжиманий. 15-20 отжиманий. Каждые полчаса. Что-то здесь не так. То есть, вот первый пример. Второй пример. Второй пример. Девушка 16 лет. Индекс массы тела 16. Это при том, что минимальное значение нормы 17,5. Я думаю, представляете, да, ее внешний вид. Она ест два раза в день. Итак, первый раз она ест обычно йогурт, маленький стаканчик, какой-нибудь слайс, ну, может быть, яблоко, грушу, абрикос, апельсин, что-нибудь такое, или морковочку. Второй раз в день, это у нее, типа, полдник и ужин, полтарелки супа, кусочек хлеба, желательно черного или отрубного, какой-нибудь салат. Иногда в салате бывает белок, то есть салат может быть с рыбой, может быть просто овощной салат. Дальше. Она уходит из дома гулять днем. Вот она приходит из школы. Понятно, в школе ничего не ест, никаких конфет, печенья. Это вообще, даже речи об этом нет. Но она уходит гулять из дома, чтобы не видеть еду, потому что ей кажется, что если она увидит еду, она может соблазниться. Вот к вечеру она собирается как-то силами, приходит, держится, вот ужинает так. Так, как она говорит, боюсь, что съем лишнее. Она боится набрать вес. Что характерно, у нее такая одежда оверсайз, такая мешковатая, что вначале сразу и незаметно, что это я по привычке смотрю на запястье, на лицо, а так кажется, ну, вроде девушка как девушка, и только потом видно, что она истощена. Это второй случай. Это второй случай. И давайте третий пример. Тоже девушка, 27 лет. Как она говорит, несколько раз в неделю у меня пищевой запой. То есть примерно после обеда, она говорит, я вот с утра просыпаюсь и прямо чувствую или как-то предвижу, что сегодня я буду это делать. После обеда она идет в магазин и набирает еды. Всякой разной. Ну, в основном это пельмени, майонез, сыр, лапша. В принципе, то, что мы едим все. Но есть некоторые детали. И она говорит, и потом я прихожу, после обеда начинаю потихонечку это готовить, и в 6, в 7 вечера, может быть в 8, я все это приготовленное начинаю потихоньку есть. И примерно с 6 до 9, или с 7 до 10, до 11, может быть до полночи, она ест. За это время она может съесть несколько пачек пельменей, 0,8 килограммов. Как она говорит, много-много лапши с сыром. Вы знаете, да, лапша с сыром, это же тоже вкусное блюдо. Несколько килограммов печенья, ну, как минимум килограмма, то и два. Ну, естественно, ведерко майонеза к пельменям. Вазочку конфет, и как она говорит, фрукты, овощи, это уже без счета. Я даже не обращаю внимания, сколько их уходит. Вот, кажется, три разные ситуации. Но есть нечто, что их объединяет. Я предлагаю сейчас нас слушать зрители. Если у кого-то есть идеи, то, пожалуйста, напишите, как вы видите, как вы понимаете, что объединяет людей в этих трех случаях. Ну, некая грань, то есть, такое, на пределе. Ну, может быть, у кого-то еще будут версии. Фанатизм, маниакальность, как еще можно сказать. Так. Бесконтрольность. Да-да-да. Давай подождем мнение зала, дадим полминуты на то, чтобы хотя бы пару слов написали. Ну, да. Там есть очень важный аспект. Очень-очень важный. Озабоченность едой. Это все РПП, да-да-да. Крайности. Да. Нам отвечают, да. Отсутствие чего-то ингредиенты. Нам отвечают, я не вижу. Я читаю, да. Я вот повижу сейчас. Отсутствие чего-то меры, крайности, озабоченность едой. Да. Да. Ну, вот здесь есть очень верный ответ. Они все верны. Крайности. Это некая... Нет контакта с телом. Вот еще тоже ответ. Нет контакта с телом. Нет контакта с телом, да. Да. Потому что там есть некая вынужденность. Человек думает, что знает, как правильно, и заставляет себя так поступать. И в этом есть насилие. Как один из моих клиентов говорил, он говорил, это безумие какое-то. Это на самом деле безумие. Ну, вот... Там был очень точный ответ, который ближе всего. Как это? Зацикленность, да? Или сфокусирование. Озабоченность. Озабоченность. Озабоченность, да. Озабоченность. Ну, смысл тот же самый. Так вот. Ну, теперь мы говорим про РПП, в принципе, про все РПП, потом про их некоторые виды. Я расскажу, насколько успею. РПП – это прежде всего нарушение пищевого поведения или питания, которое приводит к последствиям. Последствия здоровья, последствия для психического здоровья и или социального взаимодействия. То есть, это как-то проявляется на уровне тела, на уровне психики, на уровне отношений человека с другими людьми. Это первый аспект. И второй аспект здесь, вот это правильное определение было, что при РПП есть сверхценность или сверхфокусированность, сверхважность формы тела и или веса и или контроля над едой. То есть, вот РПП характеризуется тем, что у человека все остальное уходит на второй план. На первом месте – еда. Не важно, мало ли ее, когда ее становится очень мало, это уже угрожает жизни, но для человека важна еда, важен контроль над ней и контроль над телом. Когда ее слишком много, она занимает большую часть жизни, она становится лучшим другом, она заменяет общение, она заменяет все остальные удовольствия. Но это занимает 80, а может быть 90% жизни. Вот это в сути РПП – сверхценность. Еды и тело. Наши зрители ответили правильно, да? Всем приз. Слушай, но мы так воспитаны. Да. Да, мы так воспитаны. То есть, если мы встречаемся с друзьями, мы идем в кафе, один Новый год только чего стоит, да? Новогодние праздники, когда люди едят, соответственно, подготовки, вот эти все мероприятия. А в детстве, когда ребенок приходит в школу, в детский сад, его не спрашивают, ему не дают выбора, каша, то, что родители знают правильно, там, не выдумывайся, иди ешь, это полезно и так далее. То есть мы на этом воспитаны. И на фестивале я буду более подробно это разбирать. Культурные истоки – это не причина РПП, но тот фон, на котором РПП легче проявиться. Наша культура, да, она концентрирована на еде, но в ней запрещены многие чувства, или хотя бы неприлично как-то вытеснена. Еда разрешима, как я недавно говорил, где-то, по-моему, неважно где, в нашей культуре принято два способа заботы. Это кормить и давать непрошенные советы. Мы в это воспитаны. У нас поколение наших предков прошли две мировые войны. Да, голод. И голод. Это у нас, видимо, в коллективном, бессознательном хранице передается, что еда – это что-то очень-очень важно. Она должна быть, что если есть еда, ее надо есть. Что все надо пропускать через еду, у нас же все через застолье. Это дополнительный фактор, который способствует, с одной стороны, тому, что РПП легче проявиться, с другой стороны, что РПП трудно заметить. Ну, подумаешь, человек ест немножко, ну, любит она поесть, ну, что такое. Ну, может, она много ест, да, ничего. Или подумаешь, она не ест, может быть, она беспокоится о своем здоровье, да? Да, да, да. Обратная сторона. Да, что на диете сидеть – это же нормально, это же тоже тема сейчас широко муссируется. Слушай, Сережа, вот здесь вопрос от нашей, от участницы. Я постоянно думаю о еде и о качестве тела. Это признаки РПП у меня? Ну, это один из признаков, чтобы было РПП, нужно собрать некую совокупность признаков, что это и мысли, и действия, это должна быть определенная частота, длительность. Ну, это один из возможных признаков, да. Ну, да, потому что многие сейчас подумают из перечисленного тобой, особенно первый случай, который ты как раз-таки озвучивал у парня-подростка, который занимается интенсивно спортом и думает о еде, правильно питается. Я могу тебе сказать, это случай моей семьи. То есть мой сын, он занимается несколькими видами спорта, всерьез, он планирует поступать, то есть не так давно, там, из подросткового возраста, из такой, когда очень сложный подростковый возраст, и вот он нашел для себя занятия, он нашел такую свою миссию, он нашел для себя такую сферу интересов, где он общается, где он развивается через спорт. И, ну, я как человек, наверное, на правильном питании, ну, теперь я побоюсь, наверное, сказать слово повернутым, ну, как же это подобрать, глагол к нему. Собственно говоря, в нашей семье тоже, ну, всячески культивируется правильная еда, правильное питание. Конечно, есть и гамбургеры у него, и шаурма, и все что угодно, да, но в целом есть определенная культура еды, и так было всегда. И я не могу сказать, что у меня РПП, то есть, по крайней мере, я в таком контексте об этом не думала, то есть нет такой озабоченности еды, но есть фильтрация, то есть я чувствую, что попадает в моё тело, я задаю себе вопрос, я голодна или я просто хочу поесть, например, да, какой-то эмоциональный голод или действительно физический. Ну, то есть вот важно, наверное, ещё сказать, когда человек может контролировать, да, контролировать свои чувства, контролировать своё тело и отвечать себе на вопросы, да? Или я ошибаюсь? Не контролировать, а распознавать сигналы тела, то ли это физические сигналы, то ли это эмоциональные сигналы, реагировать на них, это раз. И второе, при РПП обычно, особенно при аноректичных вариантах, очень много ограничений, что это мне нельзя, это нельзя, это я не буду есть, это вредные продукты. То есть нормальный человек, у которого нет проблем с питанием, он позволяет себе всё. Та же, в кавычках, самую гадость, даже самую мусорную пищу. Иногда это нужно есть, чтобы понимать, что я этой еды не боюсь, потому что как только я боюсь, эту еду есть, потому что а вдруг я сорвусь и переем, а вдруг я после этого растолстею, а вдруг это нарушит мой суточный колораж. Вот это, да, это одни из признаков РПП, сверхозабоченности. То есть захочу, ем шаурму, захочу, выпью колу. Но суть в том, что когда вот это есть, я могу, я себе разрешаю, и первоначальный голод по этому утолён, а не хочется так часто. Тело действительно обычно всякую гадость не хочет. Это то, о чём ты говорила, это больше похоже на интуитивное питание. То есть прислушивалась, поела, вовремя остановилась. Да, там может быть любая еда. Но при РПП список еды очень узкий. Очень узкие люди себя загоняют в такие жуткие рамки, что думаешь, как силы воли на это хватает. Слушай, ну вообще я вот читала статистику, что в основном 90% РПП это всё-таки подростки. Это так? Нет, нет, это не так. Не так. Но у подростков ярче, чаще выявляется. И мы, ну дети ходят в школу, есть хоть какой-то медосмотр, когда рост, вес, ИМТ, индекс массы тела, соответствие возрасту или нет, это там чуть проще выявить, потому что есть эта фильтрация по здоровью. У взрослых людей тоже есть РПП, например, компульсивное переедание. В среднем 300 женщин в возрасте от 15, по-моему, до 45 компульсивно переедают. 300. Это приличный процент. Только большая часть из них никогда в этом никому не признаётся, потому что еда становится тайным другом, потому что там есть стыд, есть вина, есть часто злость на себя. Ну что же я такая слабовольная тряпка, почему я не могу остановиться? А вот тебе жри, раз уж начала, давай там до конца, и дай уж, всё. Потом вот эти бесконечные попытки, так, всё, сажусь на диету, беру себя в руки, потом срыв, очередное разочарование в себе, ну что такое, где моя сила воли, ну почему я не могу, ведь раньше могла. То есть это проблема взрослых людей тоже. Она манифестирует или проявляется чаще в молодом возрасте. И что интересно про РПП, там есть условно два полюса больших. На одном полюсе еды очень мало, человек старается мало есть, это анорексия, там есть разные варианты. И когда наступает истощение, когда человек... Один из самых драматических случаев, которые я видел, ещё когда был в интернаторе, в томской психиатрической больнице, я заканчивал томский мед. Не помню, первую неделю мы ходим с экскурсией по больнице, нас водят, показывают разные отделения, разные патологии. И отделение острой патологии, где неотложная помощь. Не помню, девушка, рост, по-моему, 172, и вес 34 килограмма. Взрослая девушка, ей по 30 лет, она лежит, её уже кормят через зонт, ей капельницы дают, она вся истощена. Ну, представляете, да, буквально, чуть ли не скелет обтянутой кожей. Да. Ну, она в сознании, наш замзав кафедры, вел эту экскурсию, он в чём-то с ней говорит, как дела, что она говорит, да, вот меня зачем-то положили сюда, ну, а какие у тебя проблемы, что-то такое. Она говорит, да, я всё хочу похудеть, я слишком толстая, ну, а сейчас она говорит, ну, да, у меня есть ещё пара лишних килограммов, мне бы сбросить, тогда будет всё нормально. Ну, я тогда ещё не понимал всей этой темы, но это явно была сверх-сверх-сверхозабоченность, сверхфиксация, это, может быть, почти как бредовая идея, что человек, человек объективно уже умирает от истощения, но всё ещё хочет похудеть. Ты знаешь... До таких пор это доходит. Угу. Ты знаешь... С другой стороны, то, о чём я говорил, сейчас давай договорю, да, другой пульс, это булимия, когда еды очень много, в разных вариантах. Классическая булимия, там, с очищением, без очищения, компульсивное переедание, оно близко к булимии, там, просто некоторые критерии булимические не проходят. То есть, еды много, человек переедает. Ну, что интересно, если мы по внешнему виду посмотрим на людей, у которых есть РПП, особенно с булимическим полюсом, не обязательно это толстые люди, не обязательно. То есть, люди с булимией могут выглядеть абсолютно точно так же, как все, средний рост, средний вес, там, может быть, даже не быть лишнего веса, но объемы пищи, которые пропускают они через себя, иногда бывают гигантские. Давай, скажи теперь. Ты знаешь, вот, возвращаясь вот к твоему примеру, о котором ты рассказывал, я когда училась на арт-терапии, и нам рассказывали об институте Назлояна, который скульптор, он занимается маскотерапией, и он как раз-таки еще и занимается коррекцией, ну, в общем, с людьми, которые больны анорексией. И как он работает? Он измеряет параметры тела и делает скульптуру человека. И чаще всего человек, ну, то есть, вот это вот полное непонимание, что твое тело выглядит вот так, ну, то есть, оно у тебя как-то гипертрофировано, то есть, нет ощущения своих, ну, натуральных пропорций. И однажды у меня был такой случай в тренинге, в обучающем мы занимались рисованием песком, есть такая техника, когда ты обводишь портрет натурально величину, обводишь человека, только мы это делали лёжа на полу, обвели и, собственно, внутрь наполняли песком. И одна слушательница, в общем, когда мы её обвели, она смотрит, она говорит, слушайте, что-то вы мне здесь прибавили значительно, прекрасно, хорошо, давайте сделаем ещё раз. То есть, она ложится, и там уже, ну, все так прям пристально стали наблюдать за этим. То есть, я её обвожу мелом, она поднимается и говорит, это много. И в руке сделайте так, как вам комфортно. Она со всех сторон убрала сантиметров по пять. Так свою, обвела фигуру и сказала, теперь мне хорошо. Вот. Вот. Вот это. Вот это искажение восприятия собственного тела. Это один из ключевых признаков РПП. Что при анорексии, что при булимии, люди неадекватно воспринимают своё тело. Например, на Западе делают что-то подобное в клиниках, там, где работают с людьми с РПП. И одна из простых техник, когда человек ложится и обводят контуры тела, да, и человек потом смотрит на них и говорит, это твоё тело. Одна из техник, которая похожа на это, когда человек ложится, как-то вроде отмечает и закрытыми глазами сам отмечает контуры своего тела. Так вот, люди с анорексией очень часто отмечают себя как неимоверно толстых людей. Они сами рисуют свои контуры. То есть, это такое искажение себя в своём собственном восприятии, что они себя видят и чувствуют очень толстыми уже. Хотя реально вот они там могут быть в два или в три раза меньше, чем тот контур, который они рисуют. Понятно, что когда есть такой образ, никакая реальность, к которой они стремятся, она не может ими восприниматься. То есть, они всё время основываются на иллюзии, что я такая или я такой. Мне нужно худеть и нужно ещё худеть и нужно ещё ограничить себя и нужно ещё больше тренироваться, пока наконец что-нибудь не произойдёт. Да, как раз это та самая вещь. Скажи мне, вот как родитель, на что следует обращать внимание вообще в своём ребёнке? Есть ли у него это сложная тема? Да. По РПП. Ну, наверное, так же, как при употреблении ПАВ. Если что-то резко меняется, вот резко, быстро, на протяжении дней, недели или месяцев, на это стоит обратить внимание. То есть, например, жил-был ребёнок, который нормально ел, конфеты таскал из шкафа, на него иногда рычали там, это ты съел торт, нет, это не я, да? Ну, как обычно бывает. Да, да. И вдруг ребёнок начинает питаться исключительно правильно. Конфеты не ест и говорит, что нет, там же сахар, это не надо, от булок толстеют, пытается есть только самые полезные продукты, исключает всякие разные вкусы из еды. Просыпается невероятный интерес к кулинарии, ребёнок пытается сам что-то сделать, он сидит на этих сайтах, по правильной пище, по правильному приготовлению пищи, пытается делать всё на пару, делает замечания родителям, что, пожалуйста, не надо вот так жирно, не надо столько солить, не надо перца, сахар это вообще яд, да, зачем вы это едите? То есть, когда интересы в еде меняются, это раз, ну, раз и два, вот эти два признака. Ребёнок начинает стесняться есть при всех, часто уносит еду в свою комнату, ой, а потом вы ешьте, я потом после вас, мне сейчас некогда, то есть, он убиливает вот социальных ритуалов, связанных с едой, тоже важный момент, потому что часть из них еду просто выкидывает, они уносят в свою комнату, потом потихонечку раз, в туалет, чтобы не есть, потому что, когда не видят, ешь ты или нет, то тебя проконтролируют, то есть, еда становится такой скрытной выединением, изменение режима физической нагрузки, то есть, обычно, ну, обычные нормальные люди не очень-то любят шевелиться, всякие зарядки, ещё что-то, надо прилагать какой-то волевой усилий, а тут, как в том примере, ну, это гипертрофированный пример, каждый полчаса человек отжимается, ну, что-то такое, вдруг ребёнок внезапно начинает много ходить, бегать, а давайте я пойду ещё в бассейн, потому что мне нужно качаться, нужно сушиться, вот все вот эти внезапные интересы, особенно преувеличенные, это тоже подозрение, и часто страдает социальная сфера, потому что ребёнок начинает думать, ребёнок, подросток начинает думать, что моё тело не такое, я могу быть хорошим только тогда, когда питаюсь нормально, когда я так же, как ещё кто-то сижу, сидит на диете, когда я достиг каких-то параметра, а пока я не пойду, и ребёнок начинает потихонечку выпадать из общения, и наоборот, то общение, в которое ребёнок включается, особенно если родители в курсе, ребёнок начинает, как это, сидеть на всяких пабликах, форумах, на форумах сейчас не сидят, но в пабликах сидят, типа, 40 килограммов, я буду худеть, и так далее, и так далее, наш идеал, аналексичка, этих групп очень много, если вдруг увидите, что ребёнок там, это тоже один из сигналов, то есть вот совокупность признаков, вот что-то не так, что-то странное творится, и внешне, конечно, особенно если ребёнок худеет, или не набирает вес, как должно, по возрасту, по развитию, начинает носить одежду, в которой трудно понять, что происходит с телом, они часто стесняются родителей, не раздеваются при них, даже в бассейн, в баню не ходят, где можно увидеть, допустим, в купальниках, в плавках, даже если это девочки, ну, чаще про них речь идёт, даже при маме, никак, всё, мама, я не хочу, чтобы ты меня видела, и так далее, и так далее, вот это всё то, что является такими тревожными симптомами, ну, и, конечно, рост, вес, индекс массы тела, если согласно возрастным нормам развитие замедляется, ребёнок не набирает должный вес, если, особенно у девочек, были месячные, то вдруг они прекратились, или уже, или должны начаться, но не начинаются, это очень-очень грозный сигнал, что ограничения в еде зашли слишком далеко, вот так, на вскидку, что родителю делать, скажи, пожалуйста, вот это самый больной вопрос, но, опять же, если очень-очень коротко, на сколько времени осталось, скажи мне, ну, так, прям, прям, немножко, ну, минут пять есть ещё, минут пять есть, да, на фестивале мы будем разбирать более подробно, что-то можно сделать, но первое, первое, нужно понять, что РПП, это мультифакториальная вещь, то есть, там много-много, часть из них, это генетика, потому что, особенно при анорексии, это те люди, которые могли выжить во времена голода, не могли, буквально на пару листиков салата в день, прожить и спасти всех остальных, и эти гены сохранились, у некоторых, они проявляются вот так, то есть, нужно снять в себя вину, потому что есть такое, это вы не досмотрели, и родители, боже мой, как мы могли пропустить, что мы такого не сказали, не сделали, то есть, нужно снять в себя вину, чтобы не тратить время и силы на бесплодные переживания, что да, так случилось, это не мы сделали РПП, мы не в силах были его сделать, там есть какие-то факторы, которые влияют, но в принципе, это не вина родителей, то есть, нужно вот это убрать прежде всего, иначе вина, это тот крючок, за который ребенок потом цепляет, чтобы поддерживать это РПП у себя, они же не все хотят лечиться, снять вину, как раз, второе, понять, что здесь нужны совместные усилия, внимание и поддержка, если раньше говорили, что семья это источник проблем, то сейчас мы говорим, что семья это источник поддержки для таких детей, что им нужна эта поддержка, что они находятся в двойственном положении, с одной стороны, у них есть вот эта патология, я даже статью писал, у меня есть ссылка в профиле, в топлинке, как раз про анорексию, я буду худеть, даже если это будет стоить мне жизни, что это как демон, который владеет ребенком, заставляет его, ее так поступать, с другой стороны, есть немножко здоровой критики, и человек понимает, просто понимает, что что-то не так, вот эту здоровую часть мы поддерживаем, что что-то не так, то, что ты не хочешь есть, это кто говорит за тебя, это ты или РПП, здесь важно прямо разделить, и признать, что есть болезненные проявления, с которыми мы сражаемся, но мы сражаемся не с тобой, а с ними, если понятна эта идея, что мы тебя поддерживаем в твоей борьбе против РПП, и дальше, и дальше, очень важно оценить физическое состояние, очень важно оценить физическое состояние, потому что если индекс массы тела меньше 15, это показания госпитализации, то есть первым делом, после того, как вес падает ниже определенного уровня, нужно набрать вес, потому что когда есть истощение, прежде всего мозг работает хуже, то есть какие-то вещи тогда сложно понять, и тело очень уязвима к инфекциям, то есть грипп для обычного подростка, ну, проболел, пролежал, может быть смертельным для подростка с анорексией, заболел, все, сил нет, и похоронили, то есть анорексия это грозная штука, и помнить, что если нужно набирать вес, его нужно набирать, здесь должна быть жесткость, без вариантов, все, ты будешь набирать вес, вплоть до того, что мы готовы пойти на госпитализацию, что тебя будут кормить насильнее, когда ты к нам вернешься, мы будем наставить на том, чтобы ты набирала хотя бы минимальный вес, вот так, потом все остальное, ну и конечно, если есть возможность, то есть смысл обращаться к специалисту за помощью, чтобы найти конкретные слова, конкретные технологии убеждения, что как делать, на что обращать внимание, потому что, вот тот сложный конгломерат, та сложная структура, которая находится в голове у человека, что я такой, я хороший, когда контроль, когда мое тело такое, это можно изменить, но с помощью специальных техник и процедур, мы их сейчас не расскажем. Ну понятно, конечно, да. Ну я тоже считаю, что здесь, в общем, если ребенок расстройство пищевого поведения уже имеет, здесь, наверное, без специалиста, мне кажется, справиться трудно, и здорово работать как отдельно с родителем, так и с ребенком. Хорошо. Вот так. Скажи мне, это вообще лечится? Это поддается коррекции? Вообще лечится, да. Вообще поддается, да, в определенном проценте случаев, но есть технологии современные, которые более-менее как-то, ну уж насколько можно сказать, доказали свою эффективность в этом плане. Да, есть две основных стратегии, это когнитивная психотерапия и стратегический подход. Там есть алгоритмы для работы с людьми как с анорексией, так и с булимией, с расстройствами булимического спектра. Поддается коррекции. В целом, да, шансы есть. То есть это не приговор, и с этим можно и нужно работать? Да. С этим можно работать, да. С анорексией, там больше сложности, это более длинно, когда еды много. Нас вообще, в принципе, психология и такая интересная система, что когда чего-то слишком много, убавить от этого проще, чем когда чего-то мало. Мало еды, мало силы боли добавить сложнее. Да, ну вот так. Хорошо. Окей. Сереж, ну, два слова. У тебя мастер-класс, в принципе, ты уже рассказал, но еще так, может быть так, ну, очень лаконично, там два предложения. Что родитель сможет получить, вот кроме информации, вот еще на мастер-классе? Я думаю, самое главное, что на мастер-классе мы будем делать, там будет не информация, будет несколько упражнений, чтобы люди могли обратиться к собственным истокам мышления и понять и прочувствовать, как это работает у меня и, соответственно, как это может работать у моего ребенка, у тех, кого я знаю, и почему это бывает так непросто преодолеть словами. Ну, ты возьми себя в руки, посиди на диете. Ну, да. Окей. Хорошо. Хорошо. Может быть, есть еще что-то, что я не спросила, а это важно добавить. Мы вообще даже не затронули критерий ни анорексии, ни булимии, ни вызванной рвоты, там много всего интересного. Ну, наверное, тогда мы отнесем это на мастер-класс. Много чего, много чего есть сказать, но на мастер-классе мы будем, конечно, делать упражнения, чтобы прочувствовать, какие внутренние механизмы, которые одновременно и нормальные, при преувеличении, при переходе через какой-то порог становятся патологическими, начинают поддерживать сами себя, человек закапывается в эту проблему. Ну, кстати, если буду в каких-то... Мы поговорим о том, что делать еще, особенно для родителей. как можно повлиять. И вот там мы поговорим про те факторы, которые могут снизить риск развития РПП, потому что есть некоторые слова, некоторые темы, которые значительно усиливают риск развития РПП, если в семье это есть. Поэтому мы там поговорим. Окей. Ну и, в принципе, кто будет смотреть еще потом записи, я думаю, наверняка большинство будет смотреть в записи, потому что все равно мы выбираем удобное для себя время, наверное, не столько для подписчиков, да? Вот. Они могут задавать вопросы тебе написать непосредственно, да? Я правильно понимаю? Да. Да? Ага. Окей. Хорошо. Поняла. Ну что, 27 ноября фестиваль по воспитанию ключей детства в городе Омске, и Сережа будет представлять свой мастер-класс на очень важную актуальную тему. Конечно, она не веселая, но, в общем, надо смотреть правде в глаза, да? И, в конце концов, какая-то информация, наверное, она просто необходима для того, чтобы вовремя оказать помощь. Ну что, Сереж, я была очень рада с тобой познакомиться. Спасибо тебе большое, что ты нашел время для эфира. Тема очень, тема действительно очень актуальная, и она все-таки, она немножко закрыта, поэтому я думаю, что действительно надо об этом говорить. Чем ты можешь быть полезен? Ну, ты уже говорил, конечно, в начале, да? Ты работаешь с расстройством пищевого поведения, ты работаешь с родителями в паре, отдельно с подростками. Есть у тебя такой формат работы? Да, да. Да, я работаю отдельно с людьми, с подростками и с семьями, да. Причем, когда обращаются подростки, я всегда начинаю с семьи, с работы с семьей, чтобы понять, какая там есть структура, которая поддерживает и цементирует это расстройство. Нужно вначале ее разрушить, а потом уже все остальное. Да? Работаю. Сережа, онлайн или онлайн? И так, и так. Кроме того, я пишу статьи, выкладываю видео на эту тему, какие-то обзорные материалы, ну, что-то, что может лучше понять эту проблему, увидеть какие-то признаки, в том числе для родителей, что, как делать. Часть материалов у меня есть в ссылке в профиле в инстаграме, в топлинке, там прям это ссылка на то, ссылка на это есть. Есть. Книги, Сереж, где можно приобрести твои? Ну, можно писать мне в личку, я высылаю по почте, можно там, где я консультирую, договориться прийти в определенное время. Ну, и я думаю, на фестивале я принесу книги, те, которые есть. Там тоже можно будет приобрести. Хорошо. Отлично. Ну, что, спасибо тебе большое. Эфир, конечно, сохраняем, спасибо за время и, конечно, буду рада увидеться с тобой на фестивале. Да. Хорошего дня. Если у кого-то будут вопросы, пожелания, пишите в личку Ольги, пишите мне, мы это учтем при подготовке мастер-класса. Вот так. Хорошо. До новых встреч. Все, спасибо. До свидания. Хорошего дня. Да, спасибо. И всем нашим слушателям и тебе тоже. Спасибо. Продолжение следует...